Продолжая тему соревнований по трофе-ориентированию в Барсучьи Норы 2011, выкладываю обещанный ролик. Заранее извиняюсь за качество, оператор по неопытности установил не то разрешение на камере. Но думаю, сюжет здесь будет важнее картинки. Камеру мы включали всего два раза. Первый раз, когда брали точку в русле ручея. Здесь все было относительно просто даже для нашего городского Паджеро. Ему приходилось бывать и в более сложных переделках. А вот следующая часть уже интересна. Мы решили взять шестиочковую точку, расположенную за перемешанным руслом ручья. Отсутствие сапог не позволило проверить трассу, поэтому поехал медленно, не рискуя. Хотя соваться на неподготовленном джипе в такую грязь был не просто риск, а гарантированные проблемы. Проблемы не заставили себя ждать. Тормозить было еще рано, однако машина и без окрика встала, упав передними колесами в невидимую яму. Впрочем, на этот случай у нас был заранее заготовлен мощный ответ. Ручная лебедка. Лебедка действует по принципу альпинистского жумара, перемещаясь по металлическому трону. Что позволяет тащить джип теоретически на неограниченное расстояние. Что самое веселое в этом мероприятии? В этом мероприятии самое веселое. Утопить ключи от машины. Ключи от машины утопить? Ну? Это утопило уже? Нет. О, пошел потихоньку. Все, добрались. Вот они. Подъехав к точке, мы зафиксировали ее и приступили к следующей задаче. Выбраться назад. Я тебе сейчас и поверну еще, Вова. Вова, пошел, пошел, давай. Ты пошел. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Назад, блин. Еще, стой. Стой. Давай. Шуть не намотал. Я же говорил, что надо убирать. Вова. Газ, пол, руль на тебя и не пить. Подзерик справился на 5 с плюсом. А я еще раз порадовался своей новой резиной. Теперь пришла очередь следующего экипажа. Проинструктировав водителя не бояться и разогнаться посильнее, мы стали ждать результата. Едет, ездит, ездит. Он по твоей колесе. Давай, 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 давай. Стой, 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 стой. Вот так и надо. Второй Паджеро лихо доехал до точки, но самостоятельно выбраться уже не смог. Я назад сдавал. А он не похож. Вот зачем надо было стоять? Светлый стоять здесь, помни. Это не те, не тот, кто не откачает. Сейчас аккуратно потянули. Здравствуйте. Пока мы готовились вытаскивать коллегу, в яму уже успел сесть очередной автомобиль. Чуть-чуть сдай назад, да и все. Стой, Вава, стой. Там нормально прошло будет. Стоял, ненормально, он на дерево ложит. Стой. Че он не ложит-то на дерево? Там трава просто. По идее, туда бы. Да нормально бы, че. Я вот сейчас застань и зацеплю, и он выйдет. Конечно. Потихонечку. Теперь не рви потихонечку. Давай, Серега, не спать. Пипикни. Пипикни. Спасибо вам большое. Ну, ребята, смотри, травы уже достали, короче. Смотрите, тоже просто размотали. Которые с нами-то катались по дороге. Передай другому, короче, да? Все пиджаки полезли на шестерку брать. Вот так закончилось взятие этой точки. Ну, а обо всех остальных перипетиях, прошедших соревнований, как всегда, можно прочитать у меня на сайте по адресу в особолев.com и, конечно, я вам не знаю. Вот так сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...